Не только ради экономии бюджетных денег. Люминесцентные лампы плохи тем, что они мерцают с частотой 100 Гц и вызывают утомляемость. До конца года на улицах Чебоксар заменят 20 тысяч ртутных и натриевых ламп на современные светодиодные. Купил дорогостоящее оборудование, верни часть потраченных денег обратно. Минэкономразвитие пошло нам навстречу. Они показали те программы, которые у них есть для поддержки бизнеса. Региональный Минэк протянул руку помощи бизнесу. Правда, чтобы получить субсидию, нужно соблюсти несколько требований. Каких именно, расскажем в выпуске. Знания детей, которые нужно приумножать. Это очень полезный проект для наших детей, для детей именно из села, в которых нет возможности поехать в Чебоксар. В Канажском IT-кубе заработало новое направление цифрового развития молодежи. Нетривиальный хозяин и его питомец. Умение кота из Чебоксар успели оценить подписчики в соцсетях. Теперь пушистый отправится покорять эфир федерального канала. Здравствуйте. В прямом эфире Вести Чебоксары. О событиях понедельника и минувших выходных расскажут корреспонденты ГТРК «Чувашия» и я, Михаил Нагоркин. Количество заболевших COVID-19 в республике постепенно снижается. С начала декабря фиксируется от 149 до 145 случаев заражения в день. Еще месяц назад эта цифра близилась к 180. Однако не за горами новогодние праздники, а это значит, что число перемещений людей по республике и за ее пределы увеличится. Одни за длинные выходные вернутся в Чувашию из других регионов, другие, наоборот, ненадолго покинут республику. В связи с этим существует риск нового всплеска заболеваемости, уверены в Доме правительства. Ситуацию может усугубить и новый штамм COVID-19 – омикрон, который сейчас с большой скоростью распространяется по всему миру. Поэтому важно не терять бдительность и соблюдать антиковидные меры. Глава Чувашии Олег Николаев также отметил, завтра состоится внеочередное заседание оперативного штаба, где объявят, как будут работать заведения общепита в новогоднюю ночь. Мы говорили о том, что проработаем вопрос и выработаем согласованное решение о запрете деятельности 31-го, ну и, соответственно, с 31-го на 1-й ночь. Но это видится очевидным, скорее всего, принятием решения, что я не буду до 12 дня 1-го числа. Поэтому прошу за сегодня эти вопросы все доработать, согласовать и завтра уже на оперативном штабе утвердить их. До конца года в Чебоксарах заменят 20 тысяч ламп уличного освещения. На смену ртутным и натриевым пришли светодиодные светильники. А до 2025 года планируют отремонтировать либо поменять 124 лифта в многоэтажках столицы. Об этом сообщили сегодня на совещании в администрации города. 8,5 тысяч ламп на уличных столбах освещения по улицам Константина Иванова, энтузиастов, Роща Гузовского, Купца Ефремова и в парке Амазония уже заменены. 45 тысяч новых источников света появились и в 60 чебоксарских учреждениях образования, 55 школах, трех детских оздоровительных лагерях, во дворце детского и юношеского творчества. Люминистентные лампы плохи тем, что они мерцают с частотой 100 Гц и вызывают утомляемость и оказывают вредное воздействие на здоровье глаз. Светодиодные светильники служат в 4 раза дольше, чем люминистентные лампы и не содержат вредного ультрафиолетового излучения. Заменить лифты в 33 многоквартирных домах в Чебоксар власти города планируют до 2025 года. На эти цели из Республиканского фонда капитального ремонта выделят более 600 миллионов рублей. С 1 января следующего года в Чувашии заработает новый закон, согласно которому отдельные полномочия органов местного самоуправления по 8 муниципалитетам республики передаются региональному Минстрою. Благодаря нововведениям в этих городах и районах надеются решить назревшую проблему с водоснабжением и водоотведением. О причинах создания нового закона рассказали в Минстрое. Сегодня в регионе более 3,5 тысяч километров сетей водоснабжения. Почти у третьей из них износ доходит до 70%. По сути, люди пользуются устаревшими, прохудевшимися ржавыми сетями. А главные причины кроются в недостаточном финансировании. Перераспределение полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления позволит выработать единый подход для решения вопросов по обеспечению населения качественной водой, а также обеспечит нормальную работу очистных сооружений. Какие полномочия основные передаются? Это полномочия по организации холодного водоснабжения и водоотведения для населения. В общем, те полномочия, которые на сегодняшний момент находились у муниципальных образований. То есть, к этому еще определение для поселения и городского округа гарантирующих организаций водно-коммунального хозяйства. Согласование вывода объектов водно-коммунального хозяйства в ремонт и из эксплуатации. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения. Затем это утверждение технических заданий, согласование технических заданий на разработку инвестиционных программ. Ну и заключение соглашений об условиях осуществления регулированной деятельности в сфере холодного водоснабжения и водоотведения. В перечень муниципальных образований, чьи отдельные полномочия планируют передать региональному Минстрою, вошли Чебоксары, Новочебоксарск, Янтиковское, Цивильское, Порецкое, Шихазанское, Вурнарское и Кирское сельские поселения. Именно эти территории являются одними из самых проблемных. Если говорить о вот этом законе, он, в моем понимании, должен вступить в силу не первые 22-го года, а, наверное, лет 5 или 6 еще раньше, то есть в 2016-2015 году. Потому что, начиная где-то с 2011-2012 годов, ряд объектов, которые сдавались в республике в эксплуатацию, это объекты водоснабжения и водоотведения, эксплуатировались в какой-то короткий период времени. Сейчас они стали законсервированы, не эксплуатируются, приходят в негодное состояние, ввиду отсутствия кадров в сельской местности. Эта проблема в республике повсеместная. И этот фактор не дает не только эксплуатировать существующие сооружения, ну это пример, например, Шихазана, это пример Киря, например, не только эксплуатировать, но и проектировать современные сооружения. По мнению Юрия Алексеева, в Шихазанах объект очистки источных вод вообще построен с нарушением санитарных норм. Каждый год при разливе цивиля коллектор находится в зоне затопления. А в Урнарах такой и вовсе не предусмотрели. Все объекты водоснабжения и водоотведения в восьми муниципалитетах Чувашии теперь будет курировать региональный минстрой. Ведомстве надеются, что благодаря нововведениям ситуацию с водоснабжением в регионе удастся изменить. Михаил Нагоркин, Виктор Степанов, Вести Чувашия. Чувашия может получить средства Фонда национального благосостояния на развитие коммунальной сферы. Об этом стало известно на заседании профильного комитета госсовета, в котором осуждали законопроект о перераспределении полномочий в сфере водоснабжения. Фонд уже выделил 44 миллиона рублей на реконструкцию теплосетей в Новочебоксарске. Работы близятся к завершению. Также на рассмотрении находится заявка Чуваш-газа на обновление объектов теплоснабжения. Речь идет о сумме в миллиард 200 миллионов рублей. Глава республики подчеркнул, вопросы водоснабжения и водоотведения нужно решать комплексно и синхронизировать различные программы, чтобы улучшить качество жизни населения. Планируется разработать и представить госсовету дорожную карту с пошаговым планом и возможными рисками. По данным региональных властей, почти 80% населения обеспечено центральным водоснабжением. И хотя это высокий показатель, но проблема с питьевой водой, работой очистных сооружений и нелегальным сливом отходов наиболее частые вопросы, которые поступают от жителей районов. С этого года чувашским предпринимателям будут возмещать затраты на покупку оборудования. Такую меру поддержки региональный минокомном развитии внедрило недавно. Рассчитывать на компенсацию могут отнюдь не все бизнесмены. Берут во внимание и уровень заработной платы сотрудников и выручку компании. Сложно ли соблюсти такие требования? Наша съемочная группа узнала, съездив на одно из чебоксарских предприятий, которое сумело получить компенсацию. Резину, которую производят компании «Строймаш», широко использована и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в медицине. В этом году на предприятии решили выпускать новые изделия, уникальные для нашей страны. За этим товаром российские промышленники обычно ездят в Германию. Но космическая цена на оборудование и чувашскую компанию спустилась с небес на землю. Найти лишние 10 миллионов рублей оказалось проблематично. Стали искать ходы-выходы и пришли в региональное минэкономразвитие. Мы даже, наверное, с некоторым удивлением отметили, что Минэкономразвитие пошло нам навстречу. Они показали те программы, которые у них есть для поддержки бизнеса. И, естественно, мы, изучив эти программы, выбрали ту, которая подходит нам. Подошла форма поддержки, по которой можно получить компенсацию до 30% от стоимости оборудования. Чтобы потраченные деньги вернуть, пришлось соблюсти ряд условий. Например, региональное правительство отказывается компенсировать покупку бушного оборудования. Расходы покрываются лишь при приобретении нового, этого или прошлого года выпуска. Еще одно требование – купленное оборудование не должно простаивать. Специалисты Минэка специально приезжают на предприятие и проверяют, работает ли новенькая техника. Обращают внимание на выручку предприятия. Она должна расти, а не падать, так же, как и зарплата сотрудников. Мы также стимулируем и направляем предпринимателей уделять особое внимание персоналу, повышать заработные платы до средней по отрасли, как минимум. Потому что видим, что особенно небольшие предприятия платят минимальные деньги своим сотрудникам. Но, соответственно, те, кто платит по минимальным ставкам, они не могут претендовать на эту меру поддержки. На сегодняшний день затраты на приобретенное оборудование компенсировали 25 компаниям. Если раньше, чтобы воспользоваться новой программой, заявку можно было подать лишь в бумажном виде, то сейчас принимают и в электронном. В следующем году в это дело хотят вовлечь и многофункциональные центры. Вероника Павлова, Надежда Александрова, Дмитрий Макаров, Вести Чуваша. В этом году жильем планируют обеспечить более 1400 семей Чуваши. Почти половина из них – молодые семьи, четверть – дети-сироты, еще почти четверть – участники льготного и потечного кредитования, остальные – многодетные семьи – ветераны, инвалиды и переселенцы из аварийного жилья. Об этом также говорили сегодня на совещании в Доме правительства. План выполнен практически на 80%. Однако положенные по закону квадратные метры все еще ждут 34 молодые и 37 многодетных семей. Кроме того, 160 детей-сирот также нуждаются в собственном жилье. На сегодняшний день улучшились жилищные условия 1134 семьи, порядка 80% на общую сумму 921 миллион рублей. Среди них 628 молодых семей, 99 ветеранов и инвалидов. Освоено порядка 37% выделенных на обеспечение жильем детей-сирот. Как сообщили в региональном Минстрое, в этом году впервые 10 детей-сирот получили жилищные сертификаты. 9 из них уже воспользовались ими и купили себе квартиры. Такой же сертификат был выдан и шестим многодетным семьям Чуваши, где воспитываются 8 и более детей. В то же время продолжается второй этап программы переселения из аварийного жилья. Предполагается, что до конца этого года в новые квартиры переедут 70 жителей Шумерли. Также по вашему поручению, разработанные находятся на согласовании программы ускоренного расселения оставшихся аварийных домов. Это 21 дом, 7300 квадратных метров, 201 жилоспобещение должно расселиться в следующем году. В целом, на господдержку в следующем году планируется направить, пока в первоначальном варианте бюджета, это 1,2 миллиарда рублей на обеспечение жильем, 1190 семей. Работа по поддержке будет продолжена. Новые возможности для детей. В Канаше, в Центре цифрового развития IT-куб, открылось новое направление. Чему там обучают детей и где в будущем они смогут применить полученные знания, расскажет Дарья Паскарюк. Я хочу на высшее заведение, главное поступить, и дальше программистом или инженером стать. Максим Константинов живет в Шимурше, практически в 75 километрах от канарского IT-клуба. О новом направлении под названием IT-энерджи 13-летний знаток компьютеров узнал в интернете. Чтобы стать ближе к своей мечте, Максиму предстояло преодолеть конкурсный отбор, тесты, собеседование. Конкуренция была серьезной. Из 70 желающих в проект прошли лишь 28 человек. Причем одни мальчишки. Это очень полезный проект для наших детей, для детей именно из села, в которых нет возможности поехать в Чебоксар или в какой-то другой город. И я надеюсь, что мы здесь получим хорошую базу знаний. Для нас это очень, конечно, большая возможность. Программа предполагает 7-месячный курс обучения. Причем бесплатный. На занятиях ребята в увлекательной форме будут постигать основы информатики. Это ведение в курс информатики и кодирования основы, так сказать, по устройству и проектированию платы микроконтроллеров. У них будет профильное оборудование микробит. Они будут на ноутбуке, пользуясь ноутбуком, писать код. И та плата будет выдавать действия. Это может быть аудио, дорожку проигрывать. Это может быть будильник. То есть это будет мини-компьютер у своих детей. После разработки и защиты своего проекта выпускники IT Energy получат сертификаты. При этом подчеркивают в центре. В будущем ограничиваться профессии программиста вовсе не обязательно. Полученные знания можно применить практически в любой сфере. Не стоит обращать внимание и создавать какое-то формальное неравенство между городом и деревней. В зависимости от результатов этой образовательной программы, действий этой площадки, мы планируем и расширение этой программы IT Energy и на другие районы Чувашской республики. В течение трех дней в Чувашии проходил республиканский фестиваль поисковых отрядов «Память сердца». В этом году он посвящен трудовому подвигу строителей сурского и казанского оборонительных рубежей. Слет объединил руководителей членов поисковых отрядов со всей республики. Каждая команда представила свои находки. Подробнее о фестивале в нашем следующем сюжете. Ядринский район для нынешнего фестиваля имеет особое значение. Здесь проходил сурский оборонительный рубеж. И именно его строителям и их трудовому подвигу посвящен фестиваль. В нашей республике он проводится ежегодно с 2013 года и является завершающей точкой поискового сезона. Мастер-классы по раскопкам, тематические площадки, образовательные интенсивы, коуч-сессии, просмотр фильма «Сюда не ступит» на гаврога Алексея Никина. Программа получилась насыщенной. Сегодня на поисковом слёте мы представляем интерактивную площадку бойцы РКК, на которой рассказываем про снаряжение, вооружение и форму бойцов начального периода войны. Здесь у нас представлены бойцы пехоты в разном снаряжении. Значит, санитар, рядовой красноармеец пехоты и разведчик в масхалате. За последние пять лет количество поисковых отрядов в Чувашии выросло почти в три раза. В 2007 году первыми вести целенаправленную работу по увековечиванию памяти бойцов, сражавшихся за родину во время Великой Отечественной войны, начали поисковики из ЧКПУ. Сегодня в республике таких объединений уже 49. Думаем, что это благородное дело, потому что действительно многие родственники по сей день считают, что их дедушка, прадедушка ушли на фронт и пропали без вести. У нас же есть точно установленная судьба, где он погиб, где находится могила. Если он попал в плен, то где он был захоронен за рубежом уже, за границей нашей Родины. Но в любом случае это та веса, которая связывает ушедших на фронт в 41-м году с теми потомками, с тем поколением, которое проживает сегодня. Поисковые отряды «Чуваши» ежегодно выезжают на вахту памяти, раскопки, участвуют в экспедициях. География поиска обширна. В этом году маршруты растянулись от Черного до Баренцева моря, от болот Калужской области до ледников Эльбруса. В ходе полевых экспедиций были подняты останки 80 бойцов. Поисковая работа очень важна для школьников. Когда ребята своими глазами видят, как поднимают бойцов, участвуют в этом, это остаётся, конечно же, у них в сердце, и они пронесут это через всю жизнь. Они уже не смогут от этого отойти. Посмотрите, как ребята увлечённо работают, на их энтузиазм. Мы в будущем планируем выезжать на вахты поисковые. Конечно же, опыт сегодняшнего мероприятия им очень пригодится. Школьники Чебоксар работают над книгой памяти. На сегодняшний момент удалось восстановить около полутора тысяч фамилий бойцов. Глава Чуваши Олег Николаев поблагодарил участников поискового движения за большую работу. Несомненно, в ходе этой работы восстанавливается и истинная картина многих событий. И люди узнают правду, а где-то кто-то даже и находит. Находит информацию, находит родственника. Памятными медалями в этот день наградили педагогов за патриотическое воспитание детей и молодёжи. А наиболее отличившиеся поисковики получили благодарности из рук министра образования республики. Людмила Майкова, Алексей Янейкин, Виктор Степанов. Вести Чувашия. В Москве прошёл заключительный этап 20-го ССД партии «Единая Россия». Подведены итоги работы за прошедшие пять лет и поставлены новые задачи. Одна из главных – обновление и выполнение народной программы, с которой партия победила на прошедших выборах в Государственную Думу. Как отметил в своём выступлении президент Владимир Путин, успех партии на выборах определили не лозунги, а отношения к избирателям. Партия предложила конструктивную и объединяющую повестку, а программа по праву стала называться «Народной», потому что основана на предложениях жителей страны. И они уже начали реализовываться. Деньги на основные направления программы уже заложены в федеральном бюджете. Было также отмечено, что в последние годы «Единая Россия» взяла на себя значительную часть законодательной работы по социальному направлению. Получателями господдержки сегодня являются более 50 миллионов человек. Сегодня начинаются отчётно-выборные конференции, собрания в регионах. И это означает, что та народная программа, которая была составлена нашими избирателями, уже реализуется, и депутаты всех уровней должны будут на конкретных примерах, конкретными действиями показать, как эта программа реализуется. Очень важно, чтобы каждый житель нашей республики почувствовал изменения, перемены к лучшему. И все пункты, которые мы прописали в народной программе, они должны быть исполнены. В этом я глубоко убежден. В исторической части «АллатРа» завершилось благоустройство сквера. Работы на объекте закипели ещё в прошлом году. Строители обустроили пешеходные, беговые дорожки и пандусы, установили электроосвещение и камеры видеонаблюдения. Чтобы вода после таяния снега или дождя не вскапливалась в пешеходной зоне, сквер оборудовали ливнёвками. Нескучно здесь будет и детям. Для них построили целую игровую зону. Благоустроили общественное пространство на деньги, которое «АллатРа» выиграл во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды и средства федерального проекта формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Общей сложности на преображение сквера ушло 67 миллионов рублей. Территория парка здесь порядка 13 тысяч квадратных метров. Из них 5 тысяч квадратных метров мы делали брусчатку покрытия, 1300 квадратов – это резиновое покрытие, и порядка 5000 здесь озеленения. Также посадка деревьев, барбарисов, кизильников. Парк полностью готов. То есть здесь, в принципе, можно сейчас и играть, ходить, отдыхать. Необычный кот из Чебоксара отправился покорять Москву. Его пригласили сниматься на один из федеральных каналов. Питомец умеет выполнять команды и каждый день удивляют не только хозяев, но и подписчиков в соцсетях своими новыми умениями. Полтора года назад у чебоксарца Романа Мордикова появился котенок. Взяли его по объявлению, понравился на фотографии, назвали барсом. Спустя полгода у питомца начали проявляться необычные для кота способности. Через пять месяцев примерно супруга попробовала ему дать команду «дай лапу». И он сразу среагировал. Это меня очень сильно удивило. И мы решили продолжить этот эксперимент. У кота обнаружились прямо-таки собачьи повадки. Он уже научился выполнять команды «сидеть», «лежать», «ко мне». Ученик оказался талантливый. На освоение каждого трюка у него уходило максимум два дня. Сидеть. Хорошо. Ай, хороший. Дай лапу. Хорошо. Увидев нашу камеру, звезда соцсетей немного застеснялся и отказался показывать нам чудеса дрессуры. Как известно, у котов вообще все зависит от настроения. И выполнять челюбоприхоть царственные особы просто так не будут. Хозяин рассказал нам и о других необычных увлечениях любимца. Он по телефону смотрит Том и Джерри, он смотрит бои ММА, смотрит футбол, смотрит. Есть видео, как он там перед замячиком. В мире животных он любит. Он очень любит все эти гаджеты. Он активно пользуется, может перематывать. Роман и сам бывалый участник многих передач на федеральных каналах. Выступал как мультиинструменталист. Теперь, возможно, и питомца ждет всероссийская слава. Наталья Егорова, Вадим Владимиров, Вести Чувашия. Леопардовая мастерица оранжевого мяча дали бой ростовским пантерам. Но сил хватило лишь на один матч. Об итогах пятого тубра чемпионата России по баскетболу среди женских команд, в котором ЧГУ «Атланта» принимала дубль «Пересвет Юфу» из Ростовской области, расскажет наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Молодость игрового мастерства отнюдь не помеха. Это доказывают соперницы Леопардовых по пятому туру девчата ростовской команды «Пересвет Южный федеральный округ». Основная команда дебютирует в премьер-лиге чемпионата страны. Ну а дубль играет первый сезон во второй женской суперлиге. В средний возраст команде чуть менее 20 лет. Неофициально они называют себя «багровыми пантерами». Ростовчанки на тур прибыли не в полном боевом составе. Часть игроков призвана в основу. Тем не менее, из 11 игроков, заявленных на тур, в команде-лидере сезона во второй женской суперлиге, пять уже попробовали свои силы в матчах премьер-лиги чемпионата России. Ротируем. Состав зависит от соперника, кто, куда едем. Есть возможность. Поэтому состав сегодня вот он такой. Бронзовый призер второй женской суперлиги, чемпионский ранкер Ставчана к прошлом сезоне выигрыша в первую суперлигу не смутил. Хотя некоторая нервозность в действиях подопечных Никиты Иванова в первой четверти игры наблюдалась. Мы уступили ее с разницей в шесть очков. Тренерские установки, полученные в первом перерыве, которые помогли Леопардовам поверить в свои силы. Вторая и третья четверти закончились на равных. 22 на 22 и 18 на 18 соответственно. Так что решающей стала заключительная десятиминутка. За 36 секунд до окончания четвертой четверти разница в счете была всего в одну очку. Но, увы, справиться с нервами девушкам Чигу Атланты не удалось. В итоге матч завершился с отсчетом 75 на 76 в пользу ростовчанок. Мы находим командную химию, мы много разговариваем, много делаем работу над ошибками. И поэтому, я думаю, такой результат. Проиграли в клатче, но последний бросок был за нами, поэтому мы решали судьбу матча. Нам не повезло. Соперник, чуть было не упустивший победу в стартовом матче Тура, провел работу над ошибками. И повторная игра завершилась с явным преимуществом ростовчанок. 65 на 83. Победный дубль укрепил положение Багровых Пантер в рейтинге команд лиги. Леопардовые находятся все на том же седьмом месте табеля о рангах. Шестой тур чемпионата России для Чигу Атланты вновь будет домашним. 18 и 19 декабря мы принимаем дубль Красноярского Енисея. Вячеслав Ильин, Вести Чувашия. Это все вести на сегодня. Увидимся в эфире завтра. До свидания.